Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты дал свет и разум. Я сегодня говорю, Отец, от имени всех, кто согласился со мной. Нет у нас Царя, кроме Господа. Отец, Ты – Царь. И мы царствуем вместе с Тобой. Имя Царя – Ешуа. Дух Животворящий. Отец, я благодарю Тебя, что никто не погибнет. Благодарю Тебя, что каждый будет знать свой путь. Благодарю Тебя, что хватит сознания и ясности ума. видеть беду и укрываться. видеть именно свой путь. Не находясь под гнёдом какой-то информационной волны. Отец, я благодарю Тебя, благодарю Тебя, за каждого, кто принимает Твой чудный свет на свой разум. Каждому, в чью внутренность проникает и расширяет её твое течение, Твой свет и поток. Отец, я благодарю Тебя, что Ты показываешь эти зоны укрытия. что Ты показываешь эти пути, что Ты показываешь этот свет. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, я хочу, чтобы Ты сейчас положил руку на свою голову. Он говорит, молитесь, бодрствуйте, и мы сейчас вот это делаем, чтобы избежать всех всех бедствий, чтобы разум был ясным. И я сейчас молюсь за это. Отец, я благодарю Тебя, что каждый видит беду заранее и легко укрывается. Что каждый увидит, что он не будет бегать всю свою жизнь. Потому что Царство Сына Божьего, оно начнёт так интенсивно проявляться в твоей жизни, в жизни каждого. Так интенсивно, что мы будем жить в этом мире, как неживущие в этом мире. Всё больше и больше видят, что все эти царские постановления, они не имеют для нас никакой силы, никакого значения. Я благодарю Тебя, Отец. Я сейчас прямо чувствую, как помазание, оно меняет картину сознания. Я прямо сейчас вижу, как глаза начинают наполняться светом. Помазание, которое научит всему, на каждом шагу. Где тебе быть? Где укрыться? Как действовать? Какой темп избрать? Когда все будут бежать, ты не побежишь. Пойдёшь спокойно. Когда все будут сидеть в смятении, ты не будешь сидеть в смятении, потому что ты принадлежишь себе. Царь — это то, что находится у тебя в сознании. Вечная сила воскресения, нетление и торжество. Дух животворящий, глаза огненные, глаза Сына Божьего, которые проницают глубину духа и знают, что делать. Не бойся, сейчас Дух Святой так говорит, не бойся оторваться от своих земных корней, от своего места, от своего флага, от точки твоего рождения. Есть много для тебя, что не связано с этим. Почувствуй, как твои корни мокнут в небесном еле. Почувствуй, как твоё сознание наполняется уверенностью в этот день, в том, что тебе делать и куда идти. Ты сподобишься, удостоишься избежать всех бедствий и стать твёрдо в то время, которое называется пришествие, называется властью мира Сына Божьего. Всё у тебя будет не так, как у всех, всё у тебя будет по-другому, лично у тебя. Спасибо тебе, Отец, я благодарю Тему. Благодарю Тему, благодарю Тему. Спасибо, спасибо. Вот такие дела, друзья. Спасибо, что вы были в это время, я верю, что это послужило вам. Я понимаю, что всегда возникнет ещё больше вопросов у кого-то, но услышь лично для себя. Твой мозг в состоянии работать таким образом, чтобы знать, что тебе делать. Это главное, и это и есть твой царь, царь, воцарившийся на престоле разума. Благодарю всех, кто нас поддерживает. Спасибо всем, кто за нас вообще, кто ходатайствует, кто даёт и славы, что вы все очень ценны, все нужны, друзья мои. И, конечно, мы вас всех приглашаем в ноябре в Турцию. Готовится престол Востока, мощное пророческое созерцательное торжество. Где будем служить не только мы.